Добрый день, Анна Сергеевна, добрый день, глубоко уважаемые участники вебинара. Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему современной подходы к введению пациентов с опухоли, с раком эндометрия. Рак эндометрия относится к ведущей антиокинекологической патологии экономически развитых стран и, согласно данным, представленным Глобоком, в 2020 году было зарегистрировано более 400 тысяч первичных диагностированных случаев рака эндометрия. В России рак эндометрия занимает третье место в структуре онкогинекологической заболеваемости женского населения с устойчивой тенденцией к росту. Пик диагностики заболевания приходится на группу 60-69 лет и далее несколько снижается. То есть мы видим, что это заболевание преимущественно постменопаузального периода. И в Российской Федерации средний возраст выявления диагностирования заболевания составило в 2019 году 63 года. В большинстве случаев заболевания диагностируются на стадии локализованного процесса. Это первая и вторая стадия по классификации ФИГО, когда достаточно хороший прогноз и пятилетний показатель выживаемости составляет 74-91%. В России, как мы видим, заболевания также в большинстве случаев диагностируются на первой и второй стадии. В настоящее время основные подходы к лечению рак эндометрия основаны на консенсусе 2016 года Европейского общества медицинских онкологов, Европейского общества онкогинекологов и Европейского общества получивой терапии и онкологии. На основных положениях данного консенсуса основаны и российские рекомендации клинические и Российского общества клинической онкологии. Основой лечения рака эндометрия, независимо от стадии, является хирургическое лечение. И при раке эндометрия возможны различные виды оперативных доступов. Это может быть и лапаротомный доступ, это может быть лапароскопический доступ, это может быть лапароскопически ассистированная влагалищная экстерпация и это могут быть роботизированные вмешательства. В любом случае, какой бы доступ ни был выбран, он должен отвечать основным требованиям, а именно выполнить адекватный объем оперативного лечения. И если есть показания для выполнения тазовой и параортальной лифоденектомии, доступ тоже должен обеспечивать выполнение данного хирургического этапа. Но в любом случае, преимущественно в настоящее время отдается, безусловно, минимальной инвазивной хирургии, сюда относятся лапароскопические вмешательства и роботизированная хирургия, поскольку у таких вмешательств меньший процент послеоперационных осложнений, интраоперационных, уменьшается количество дней пребывания пациентов в стационаре и, безусловно, это улучшает качество жизни больных. Если мы говорим о лечении эндометриоидной аденокарциномы первой стадии, то согласно данному консенсусу, первым этапом является хирургическое лечение, которое заключается в пангистроктомии без влагалищной манжеты. Здесь есть нюансы. Пациентам младше 45 лет с высокодифференцированной аденокарциномой и уровнем инвазии менее 50% в миометре возможно сохранение яичников. У пациенток, у которых есть компрометированный по раку семейный анамнез, например, мутация генов БРК либо Линч-синдром, сохранение яичников не рекомендовано. Что касается выполнения линфоденоктомии, то здесь все зависит от риска линфогенных метастазов. Этот риск определяется на предоперационном этапе. И, как мы видим, выделяют три группы. Это группа низкого риска линфогенных метастазов. Сюда относятся эндометриоидная карцинома G1-G2 с уровнем инвазии менее 50% в миометре. И в данном случае не рекомендовано выполнение линфоденоктомии, поскольку поражение линфатических узлов здесь крайне низко и составляет менее 5%. Группа промежуточного риска сюда относится эндометриоидная опухоль G3 с миометриальной инвазией менее 50% в миометре. Либо опухоль G1-G2 с инвазией более 50% в миометре. От каких пациентам рекомендовано выполнение линфоденоктомии как этапа хирургического стадирования? И опухоли с высоким риском метастазирования. Сюда, как мы видим, относятся к опухоли эндометриоидной карциномы G3 с инвазией более 50% в миометре, либо неэндометриоидный гистотип. Таким пациенткам обязательно рекомендовано выполнение линфоденоктомии. И если линфоденоктомия выполняется, то она должна быть выполнена до уровня почечных сосудов. Далее решение об адювантном лечении принимается на основании того, в какую группу риска прогрессирования заболевания относится пациентка. Определяется это по результатам патоморфологического исследования. И, как мы видим, выделяют группы низкого, промежуточного, промежуточного высокого и высокого риска прогрессирования заболевания. Если мы говорим о адювантном лечении рака эндометриоидной карциномы первой стадии, то мы видим, что при низком риске прогрессирования адювантной терапии не показано. При промежуточном рекомендованном бракетерапии либо наблюдении, особенно среди лиц младше 60 лет, и при промежуточном высоком и высоком риске прогрессирования здесь все еще зависит от того, таксика ведения, от того, была выполнена лимфоденоктомия, либо нет. Лечение эндометриоидной аденокарциномы второй стадии также начинается с хирургического этапа. Выполняется пангистероктомия с тазовой и поясничной лимфоденоктомией. И далее, опять же-таки, наша тактика в отношении адювантной терапии, она зависит от результатов патоморфологического исследования, от грейда окухоля, от того, есть либо нет лимфоваскулярной инвазии, и от того, была выполнена лимфодисекция или нет, и что мы обнаружили в лимфазических узлах, если они были удалены. Лечение распространенных стадий заболевания, оно носит мультидисциплинарный подход, но в любом случае, если это возможно, лечение начинается с хирургического этапа, основной целью которого является уточнение распространенности опухолевого процесса и выполнение по возможности оптимальной ацетередуктивной операции. Тазовая и поясничная лимфоденоктомия в данном случае, согласно консенсусу, показана. Что касается адювантного лечения, то на сегодняшний день в отношении распространенной стадии существует достаточно большое количество исследований, которые подтверждают преимущество проведения комбинированного химиолучевого лечения по сравнению только лишь с проведением либо лучевой, либо химиотерапии отдельно. Если мы говорим о неэндометриодных формах заболевания, то здесь подходы остаются все те же самые, то есть лечение обязательно начинается с хирургического этапа, выполняется пандисторэктомия, и здесь ни при каких обстоятельствах мы не можем оставлять яичники, то здесь обязательно удаление придатков при наличии неэндометриодного гистотипа опухоли. В случае сирозного гистотипа опухоли ввиду большого риска имплутационного метастазирования должна выполняться аминтектомия. Что касается дювантной терапии, то в случае сирозного и светлоклеточного гистотипа опухоли при первой стадии заболевания при отсутствии лимфоваскулярной инвазии и при условии того, что была выполнена тазовая и параортальная лимфоденектомия, возможно проведение брахитерапии. Во всех остальных случаях, согласно консенсусу, рекомендовано проведение химиотерапии. И здесь еще есть такое дополнение, что при первой B стадии и выше рекомендовано рассмотрение вопроса о назначении дополнительно дистанционной лучевой терапии, особенно если были поражены лимфатические узлы. Отдельной проблемой социально значимой стоит рак эндометрия у пациента репродуктивного возраста. К счастью, он встречается не так часто, и среди пациентов младше 40 лет он составляет около 4%. Но, тем не менее, социальные тенденции в настоящее время таковы, что женщины все чаще откладывают реализацию своей репродуктивной функции на более поздний период, что может при воздействии определенных факторов приводить к развитию заболевания. Но, к счастью, существуют консервативные методы лечения рака эндометрия. Не всем пациентам они подходят. Есть определенные условия, когда пациенту такую можно взять на лечение. Это обязательно должен быть эндометриоидный гистотип, высокодифференцированная аденокарцинома, стадия 1А без инвазии в миометрии. Лечение должно обязательно проводиться в специализированном стационаре. Пациентку мы должны информировать о том, что такой вариант лечения не является стандартом, потому что стандартным все-таки является хирургическое лечение. То есть должно быть взято обязательно соответствующее информированное согласие. Пациентка должна быть обязательно информирована о всех рисках консервативного лечения. В частности, это высокая частота рецидивов и необходимость выполнения гистероктомии в будущем. В качестве препаратов, что используют? Используют левеноргистрол, содержащую внутриматочную спираль на фоне использования агонистов гонотропин-релизингормона, либо без них. Может использоваться медроксипрегистеронный ацетат, либо медистрола ацетат. Для оценки эффективности лечения каждые 3 месяца необходимо гистологическое исследование эндометрия, и через 6 месяцев от начала лечения рекомендовано проведение диагностической гистероскопии с гистологическим исследованием эндометрия. В случае положительного ответа на лечение рекомендована реализация репродуктивной функции, в том числе возможно это с применением вспомогательных репродуктивных технологий. В случае отсутствия ответа на лечение через 6-12 месяцев от его начала рекомендовано выполнение гистероскопии. И до того, как пациентке будет выполнена профилактическая гистероскопия, она обязательно должна находиться под контролем онкогинекологов с выполнением УЗИ органов малого таза каждые 6 месяцев при необходимости с гистологическим исследованием эндометрия. Как было ранее представлено в докладе, основные рекомендации, актуальные рекомендации по адювантной терапии рака эндометрия, они базируются на результатах патоморфологического исследования, но, тем не менее, отдаленные результаты при одних и тех же вариантах гистологического заключения у различных пациенток могут быть разные. При открытии завесы этого явления помогают нам результаты исследования группы ученых из Вашингтонского университета, проведенного в рамках проекта атлас генома рака, который заключался в изучении геномного профиля рака эндометрия, по результатам которого выделяют 4 подтипа заболевания в зависимости от спектра генетических молекулярных изменений, на которых уже подробно очень остановилась Анна Олеговна. То есть хотелось бы еще раз просто подчеркнуть в таком контексте, что самым благоприятным прогнозом была датополис в группе полмутации, как мы видим, тут 5-летний показатель выживаемый составляет более 96%, и самым неблагоприятным прогнозом характеризуются опухоли с мутациями по 53%. И показать, каким же образом внедрение молекулярной классификации опухоли эндометрии может изменить существующие подходы к лечению, хотелось бы на примере проведенного уже рандомизированного перспективного исследования PORTEC-3, которая заключалась в сравнении адювантной химио-лучевой терапии и лучевой терапии у больных раком эндометрия высокого риска прогрессирования. Конечной точкой данного исследования являлась оценка показателей общей и безрецидивной выживаемости. В исследование были включены пациенты, относящиеся к группе высокого риска прогрессирования. Это эндометрииодная карцинома первой А стадии G3 с наличием лимфоваскулярной инвазии. Это эндометрииодная аденокарцинома первой Б стадии G3. Вторая, третья стадия заболевания при наличии эндометрииодного гистотипа и серозный либо светлоклеточный гистотип при наличии любой стадии. В данном исследовании всем пациентам была выполнена экстерпация матки с придатками и биопсия или лимфоденоктомия неувеличенных лимфатических узлов и обязательная лимфодисекция тазовых и параортальных лимфоузлов в случае их увеличения либо подтверждения их статических изменений. При серозном и светлоклеточном гистотипе опухоли операция дополнялась еще выполнением аминтоктомии. Далее все пациенты были рандомизированы на две группы. И первая группа – это была группа лучевой терапии, которая получала дистанционное облучение малого таза, плюс брахитерапия была проведена при вовлечении в патологический процесс шейки матки. И вторая группа была группа химиолучевой терапии, когда пациентам на фоне проведения лучевой терапии они получали два курса цисплотина и после окончания лучевой терапии еще четыре курса кровоплотина и паклитоксела каждые три недели. И какие же результаты получились? Оказалось, что в группе химиолучевого лечения показатели как общей, так и без рецидивной выживаемости были статистически выше. Мы видим, что общая выживаемость в группе химиолучевого лечения составила 81,4% против 76% в группе лучевой терапии. Тоже мы видим и при анализе без рецидивной выживаемости в группе химиолучевой терапии. Данные показатели составили 76% против 69% в группе лучевой терапии. Также акторы в своем исследовании получили результаты, что наибольшую выгоду от проведения комбинированного лечения получают пациенты с третьей стадии заболевания и при наличии сирозного гиста типа опухоли. В случае первой-второй стадии заболевания различия в группе оказались статистически незначимы. Через 5 лет после окончания лечения авторы оценили частоту продолжающихся побочных эффектов второй степени и более. И оказалось, что частота побочных эффектов была выше в группе химиолучевого лечения, составила 38% против 23% в группе лучевой терапии. Статистически значимы различия были обусловлены сенсорной нейропатией, которая достоверно чаще в 6% случаях встречалась в группе химиолучевого лечения. В 2020 году было опубликовано исследование, которое было проведено на базе данных Портек-3, которое оценивало эффективность дювантной терапии на раке эндометрия высокого риска прогрессирования, но уже с учетом молекулярной классификации. То есть была взята база данных из Портек-3, которая включала 660 человек. 200-307 человек были из исследования исключены ввиду отсутствия образцов тканей. 10 человек были исключены, поскольку было недостаточное количество тканей для проведения исследований, и трем пациенткам был выполнен неадекватный молекулярный анализ. В итоге в группу лучевой терапии вошло 200 человек, в группу химиолучевого лечения вошло 210 человек. Все эти пациенты, все 410 человек, которые вошли в статистическую обработку, они были разделены в зависимости от молекулярного потипа на 4 группы. Первичной конечной точкой данного исследования была оценка показателей безрецидивной выживаемости. В данном исследовании статистически значимые различия между группами были в среднем возрасте больных. На момент установления диагноза, как мы видим, наименьший возраст, он был диагностирован в группе пол-мутации, и самый старший возраст был отмечен в группе опухоли с мутацией МП53. Были статистически значимые различия в распределении в зависимости от гистологического потипа и от стадии заболевания. Во всех остальных случаях наличие или отсутствие лимфоскулярной инвазии, объемы хирургического лечения, проведенные после операционной одевантной терапии, группы были сопоставимы. И что же получили авторы? Авторы получили, что наиболее худшие показатели выживаемости отмечены в группе опухоли с мутацией МП53. В этой группе авторы провели еще такой анализ, они разделили все опухоли, все гистологические варианты, которые входили в данную группу на серозный и несерозный гистотип, очевидно предполагая, что так значимые показатели выживаемости могло повлиять большое количество серозных опухолей, которые, как мы видим, 50% практически они составляют в данной подгруппе. Но оказалось, авторы не получили статистически значимых различий в зависимости от того, серозный это был гистотип опухоли либо несерозный. Также в данном исследовании было продемонстрировано, что лучшими показателями вживаемости характеризуется опухоли из группы полмутаций, и в данном исследовании был зарегистрирован всего один случай прогрессирования заболевания, от которого в итоге пациентка погибла. То есть, как мы видим, достаточно низкий процент прогрессирования. Остальные две группы характеризовались промежуточными результатами. Следующим этапом авторы продемонстрировали, как изменялись показатели выживаемости в зависимости от проведенного азиоантового лечения. И мы видим из представленного слайда, что наибольшую выгоду от проведения комбинированного химии лучевого лечения получили пациентки в группе опухоли с мутацией P53. Здесь мы видим, что имеются статистически значимые различия в оценке показателей как общей, так и безрецидивной выживаемости. В группе полмутации результаты оказались сопоставимы в обеих группах, что возможно предполагать, что таким пациенткам целесообразно назначается лучевую терапию, которая характеризуется меньшим профилем безопасности, меньшими побочными эффектами по сравнению с группой, по сравнению с проведением химии лучевой терапии. В группе ММР лучшие показатели выживаемости как общие, так и безрецидивные были отмечены в группе лучевой терапии, так как тогда в группе НМСП мы видим обратную ситуацию, то есть лучшие показатели выживаемости зафиксированы в группе химио-лучевой терапии. Безусловно, полученные данные требуют проведения дополнительных исследований, чтобы уже окончательно прийти к тому или иному выводу, но данный пример, он демонстрирует, хотелось данным примером показать, что внедрение молекулярной классификации в лечение, в прогноз опухолендометрии могут коренным образом изменить подходы к существующим алгоритмам лечения и позволят создать более персонализированные подходы к лечению. Все, спасибо.